Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Инфляция в Кировской области выше, чем в целом по России. В октябре годовая инфляция в регионе составила 13,34%. Это на 1% меньше, чем месяцем ранее, и на 5% меньше, чем полгода назад. Но при этом в ПФО и в России показатели инфляции ниже, чем в Кировской области. 12,9% и 12,6% соответственно. Прирост за год на продовольственные товары опустился до 12,6%. В сентябре цифра была на 2% больше. На непродовольственные товары в октябре инфляция в Кировской области составила 15,7% в сентябре – 16,3%. Экономика. С 2023 года увеличат выплаты детям-сиротам и приемным родителям. Инициативу, выдвинутую губернатором Александром Соколовым, обсудили областные депутаты. Предлагается поднять ежемесячные выплаты детям-сиротам на 5,5%. Тогда размер пособия на детей до 7 лет составит 8760 рублей, а на детей от 7 до 18 лет – 9 тысяч. Выплату приемным родителям хотят поднять на 17%. Размеры выплат составят 5 390 рублей на одного ребенка, 7 180 рублей на двух и 8 960 на трех детей. Также вырастут ежемесячные субсидии на проезд детей. В эфире «Экономика». В Кировской области необоснованно завышали цены на бензин. По данным антимонопольной службы, расходы компании «Лукойл» «Уралнефтепродукт» снижались за счет уменьшения затрат на оптовую покупку нефтепродуктов. Бензин же, в свою очередь, дорожал, хотя объективных экономических оснований для повышения цен на топливо двух марок АИ-92 и АИ-95 на заправках «Лукойл» не было. Теперь компании придется заплатить штраф. Ей также выдано предписание об устранении нарушений. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 39 копеек, евро 62 и 37. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.